После начала войны в Украине, Министерство обороны Латвии призывает жителей на всякий случай собрать сумку, чтобы продержаться первые 72 часа, пока не подойдет помощь. Но куда с этой сумкой идти дальше? Вон он здорово, сохранился очень хорошо. Да, здесь стояние довольно хорошее. Ну что, все в убежище. Надеюсь, мы их сапогу хватит. Простые квартиры, они спасти от радиации не могут. Ну разве что от излучения, от проникающей радиации нет. Это бомбоубежище на территории пивоварни Алдорис в Рижском районе Саркандаугова. Надеюсь, откроется. Сколько она весит? Тяжелая. Такая дверь могла защитить от чего? Получается, от взрыва могла защитить, от проникновения радиации. Ну а дыму тоже, в конце концов, если нам наверху по нормам быть. Когда происходит взрыв, идет взрывная волна, и эта дверь обеспечивает защиту именно от взрыва. Вот, это первая дверь. А следом идет вторая дверь. Она является... Это просто герметичная дверь. Она уже от взрывной волны не защищает, только от проникающей радиации. Здесь вот прорезиненные такие стыки. Мы уже от времени не пришли в негодность, конечно. Он здорово, сохранился очень хорошо. Да, здесь ставим довольно хорошие. Вот трубы вентиляции идут, опять же. Но, скорее всего, они тоже уже свою функцию выполнять не могут, поскольку фильтры, через которые должна производиться фильтрация воздуха, у них уже истекли все сроки. Вот, схема вентиляции, обосновление и канализация. Уберящее номер 53. Да, вот фильтра. Получается, зараженный воздух приходил с улицы, проходил сквозь эти фильтра, и уже в убежище поступал чистый воздух. Во многих бункерах я вижу, что надо все время ручную, да, крутить эту ручку. А почему, зачем? На случай, если выйдет из строя электрооборудование, чтобы можно было вручную фильтровать воздух. Ну, либо если электричество подачи не будет. Ну, да, подача электричества. То есть здесь, мне кажется, они работают, да? Можно проверить. Так, я так понимаю, что это вот классическая аптечка советских времен. Да, сейчас бы, наверное, она была бы другой. Это ящик с жидкостью для обеззараживания кожи. Если на открытые участки кожи попадают радиоактивные частицы, то можно вот... Ну, не только, химические даже тоже, кажется. Ну, да, противохимический пакет называется. Так, а вот какие у вас сами аптечки, да? Ну, вот, да. Аптечка вот здесь сами. Ну, там, по сути, что? Жгутые бинты всякие. Аммиак. Зачем аммиак? Ну, если человек, допустим, создание теряет, чтобы ему... Да. Поднос. Здесь у нас что? Здесь противогаза. Противогаза. Противогаза с противогазами. Вот, можно здесь посмотреть. Значит, классический противогаз модели ГП-5 для гражданского населения. Называется, да, ГП. Гражданский противогаз модель 5. Предназначался для индивидуальной защиты органов дыхания. Это что-то из системы связи убежищем. Да, это, по-моему, у него вот с двух сторон... С двух сторон идут руки, да. Такое вот убежище, оно на сколько человек рассчитано? Ну, это убежище не самое большое. Это малое убежище, маленькое. Человек 50-100, наверное. Там была классификация... Да, были убежище, где можно и 600 человек, и больше. Да, большие. Ну, хорошо. А вот в таких вот убежищах сколько человек мог находиться, допустим, жить? Находиться человек мог от... Мне кажется, не больше трех дней. Скажем, до... Да, двое-трое суток, не больше. Вот. Потом уже... То есть там на человек тоже определялся вот запас воды, вот который вот в таких резервуарах хранился. Ты в воде, наверное, не один десяток лет. Побольше поел, побольше подвигался. Да. Как вы думаете, вот они реально были бы подготовлены? Или тот же вот ковид нам показывает, что мы даже с вирусом не можем справиться, да, радиация? Я думаю, что в то время как-то более подготовленные были люди, учитывая, что, да, вот здесь вот классы, кабинеты происходили, обучение, и я считаю, что люди были более... Ну и раньше была вся необходимая инфраструктура. То есть раньше были, но в полном порядке. А простые квартиры, они спасти от радиации не могут. Ну, допустим, ты там закрываешь все окна, двери. Ну, разве что от излучения, от проникающей радиации нет. Опять же нужно, что вентиляцию, мне кажется, перекрывать. Да, да, да. Все окна, щели? Бомбоубежище на пивоварне примерно показательное. Редкий случай. Большинство бункеров, особенно те, которые после независимости Латвии попали в частные руки, в плачевном состоянии, часто затоплены. Ну что, все в убежище. Здесь мы их сапогу хватит. Дверь номер три. Рано тут не упасть. О, тут труба, от которой можно споткнуться. Ну, вот тут даже сохранится резервуар для воды. Мне даже интересно, есть ли здесь вода. Ну, да, где-то осталось только теплее. Вот, в некоторых убежищах были скважины прям свои. То есть им не приходилось хоронить воду. Ай! Вот опасно таких местах, можно головой удариться. Главное, не провалиться никуда. Вот, даже дверь можно сейчас двинуть. Так, ну, да, здесь не будет. Да, на самом деле, тоже посеряться легко. А, ну да, получается, обратно. Главное помещение вышло. Ух ты, вот. Табличка выплыла. Завал. А вот здесь прям целая схема. Вот все эти территории, где находятся убежища. По всей Латвии, по данным пожарно-спасательной службы, было 311 бомбоубежищ. Но в 2008 году правительство решило от них отказаться. Часть бункеров уже ликвидировали. Они не были созданы все-таки для того, чтобы общественность, простые люди могли бы спасаться. Это все-таки была главная цель. Это все-таки были люди, которые из армии. Это элита. Это не было для общественности. Во-первых, у нас нет прямого риска, что у нас могла бы быть такая война, как в Украине. И все-таки надо понимать, что агрессор, в этом случае Россия, они хотят, чтобы мы, вся Европа, особенно Прибалтика, жили в страхе. Вот что мы сейчас в панике искали, где бы убежище. Чтобы у нас было чувство, что сейчас на нас нападут, никто нас не защитит. Ничего такого, как в Украине, у нас не может быть, потому что мы в НАТО. В Украине российские военные захватили Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. С тех пор в Европе, да и в Латвии, вырос спрос на йод, подтверждают фармацевты. За уровнем радиации в нашей стране следит Госслужба среды. С 24 февраля специалисты мониторят ситуацию в усиленном режиме. Сообщают, все в норме. Говорят, в Латвии не надо проводить профилактику йода, а неправильное употребление медикамента может, наоборот, навредить здоровью. Медикаменты йода предусмотрены, если во время аварии из реактора произошла утечка йода радиоактивного. Если выпить йод, он блокирует попадание йода радиоактивного в щитовидную железу. Но от других радионуклидов йод не защищает. Например, радиоактивного цезия, у которого период полураспада в среде еще дольше. И надо правильно употреблять этот медикамент. Его нельзя пить за несколько дней. Там свои условия. В случае аварии на атомной электростанции специалисты советуют жителям зайти в помещение, закрыть все окна и двери, по возможности отключить вентиляцию и включить радио или телевизор. Министр обороны Артис Пабрикс на всякий случай советует собрать сумку для чрезвычайных ситуаций. Вот что в ней должно быть. Что первое приходит на ум? Конечно, документы и деньги. Паспорт нашел. Деньги тоже немного есть. Небольшие банкноты. Мало ли для каких случаев. Что-то для энергии. В списке написано конфеты. Я конфеты не очень, но несколько нашел. Радио, которое можно включить, есть батарейки. Что-то связанное с одеждой. Носки есть, свитер есть. Здесь еще теплый свитер. Белье показывать не буду, но оно есть. Надо подумать про свет. Фонарик эффективный. Хорошо работает. Конечно, лекарства. Зарядка. Телефон доступен. Не забыть о желудке. Я нашел несколько консервов. Это очень важно, потому что поесть нам всегда нравится. Палатка, где спать. Конечно, вода. И попробовать загрузить все это в рюкзак, если надо, покинуть дом. Но вопрос, куда с этой кризисной сумкой деваться, все еще без ответа. Рига проверила все бомбоубежища, которые принадлежат самоуправлению. И пришла к печальному выводу. Их можно сосчитать по пальцам. Функционирующих бомбоубежищ нет ни одного. Но исторические, которые сохранились в собственности Риги, мы их обозначили. Они сдаются в аренду. Используются совсем для других целей. В основном, как склады. Надо еще изучить, насколько хорошо они сохранились. Не было ли переделок. Отвечают ли каким-то требованиям безопасности. В каком состоянии частные бункеры, мы уже видели. Группа молодых людей, любителей военной истории, которые помогали нам со съемками этого репортажа, своими руками с нуля восстанавливают бункер. Находится он в Риге на территории бывшего завода Латвия, где когда-то изготавливали одежду. Здесь сначала был просто подвал, а потом его переделали под убежище. Я даже нашел настоящий архивный документ. И вот именно этого бункера, именно тех времен, когда вот этот подвал переоборудовался. Но вот когда ты сюда пришел, здесь вообще, что здесь было? Здесь было очень печально. Облезлые стены, все пусто, все гнило. Мы все высушили. Привели, вот каждое помещение приводим в порядок. И везде в каждом помещении делаем такой ремонт, какой мы представляем, какой должен быть. То есть для нужд данного помещения. Здесь будет музей, каждый сможет зайти? Да-да-да, конечно, это в открытый доступ, но до этого еще нужно дожить. Ну а теперь покажи раритеты какие-то особенные. О, это можно. Это самый низкий режим, когда прибор уловил радиацию. Вот он щелкает, очень так, не очень активно. Все, это максимальный уровень радиации. Те немногие бункеры, которые сохранились до наших дней, помочь всем жителям не могут. Их слишком мало. Зато практически в каждом доме есть подвалы. Рижская муниципальная полиция обращается ко всем обслуживающим компаниям проверить подвальные помещения, в каком состоянии они находятся, нет ли лишних вещей. Подвалы должны быть свободными. В целом ситуация в столице нормальная, но всегда может быть лучше. Ну а мы во время съемок репортажа получили уникальную возможность заглянуть в подвалы латвийского телевидения, увидеть настоящие легкие высотного здания, вентиляционные установки, которые охлаждают воздух в студиях ЛТВ. Чтобы передачи могли выходить в эфир, трудятся 40 вентиляторов. Легкие, которые могут стать убежищем. Теперь надежда на подвалы. Личное дело Дианы Спыну, РусЛСМ.